Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и мы отправляемся в увлекательный мир Lineage 2 Mobile. Мы сегодня поговорим про виталку, энергия энхасад. Энергия энхасад нужна для того, чтобы вы получали бонус опыта и бонус аден. И вот мы поговорим где ее брать. В магазине алмазов можете приобрести вот такую вот таблетку, которая после использования эффект сохраняется на 31 день. Если у вас меньше 200 очков энергии энхасад, она не расходуется. Эффект энергии энхасад по уровням. Видим что первый уровень это 0 энергии энхасад, это бонус опыта 100% и бонус адены 100%. Второй уровень это если мы используем эту таблетку, мы будем получать 400% бонус опыта и 150% бонуса аден, что очень неплохо. И третий уровень это энергия энхасад 201 и выше. Бонус опыта 700%, то есть на 300 больше и бонус адены на 50% больше, чем второй уровень. Обратите внимание, если очков энергии энхасад меньше 200, то опыт клана получить нельзя. Ну все кто играет линейдж 2 мобайл, должны держать выше 200 энергию энхасад. Энергия энхасад расходуется при получении опыта за убийство мобов. Я стою в лесу зеркал и примерно 2-3 энергии расходуются на одного моба. Так вот мы поговорим про то где брать энергию энхасад. Если мы откроем инвентарь, мы увидим что у меня тут свиточки сверху. Вы тоже так же самое можете сделать. Вот тут сверху если вы нажмете 0, у вас так же будет. То вы не увидите эту панельку. Вы можете выставлять от 1 до 4. И эта панелька будет всегда сверху. Если вам что-то нужно положить в эту панельку, то вы просто последняя ячейка, чтобы она была видна. Нажимаете вот сюда, она так опускается. И при помощи вот таких стрелочек мы добавляем на эту панельку предмет, что нам не нужен. И нажимаем на крестик, он исчезает. В эту панель можно добавлять буквально все. Это очень удобно для того, чтобы, вот к примеру, возьмем кольцо воды и кольцо огня. Быстренько переодеть. Вот вы раз и переодели, там нажали. Я использую эту панельку для вот таких свитков. Еще энергию энхасад можно получить, кроме свитков, реликвия энергии. Один кубок такой дает 100 энергий энхасад. При использовании кубка мне дало 171 энергия. Это буст от кристалла души монстров, который дает плюс 20% накоплений энергии. Ну, в зависимости, если я буду дальше, дальше, дальше бустить, получается, дает плюс 60%. Также печать души. Есть вот энергия. Тоже увеличение, накопление энергии плюс 51. Прокачивается при помощи кристаллов. В основном я беру энергию энхасад вот с таких свитков. Есть свитки геран, свитки орен и свитки аден. Ну, еще Глудио и Дион. Перекрафтить 12 свитков в один вот такой синий свиток. И, соответственно, с 12 синих свитков мы можем скрафтить один героический свиток. Вот как раз у меня его нет. Мы его добавим. Быстрый доступ. Зачем перекрафчивать свитки? Вот, к примеру, если мы возьмем, вот сейчас я стою в лесу зеркал, локация Аден. Тут выпадают свитки Адена. Эти свитки это задание. К примеру, убить монстров, использовать энергию энхасад, собрать какие-то итемы на локации. Но в основном это по убийству монстров. И видим, с этих свитков, кроме энергии энхасад, можно получить знаки поручения. Из 5 наград вы рандомным образом получаете одну награду. Убить монстров, земель Аден и собрать эссенцию шилен. 150. Мы получим 0% опыта, но 100 энергии энхасад, которая нам нужна. 370 знаков поручения. Но так как тут рандомным образом вам попадаются локации, то это очень сложно. Это делать. Выролить именно ту локацию, что вам нужно. Потому что каждый прокрут стоит Адены. О, как раз 12 свитков. Супер. С 12 зеленых свитков в 1 синий. И так же мы перекрафчиваем 12 синих в 1 красный. Чем лучше эти свитки? Ну, по сути, красный и синий свиток, они дополнительно дают уже фрагмент красного рецепта создания то бежи, то оружия, то доспеха. Кусочек на этот рецепт. Видим, оно предлагает нам отправиться в равнины славы. Мы подтвердим. Попроходим остальные квесты, я расскажу дальше. Квест отличается, что он дает больше виталки. Ну и соответственно, красный рецепт. В зависимости от локации. Вот, уничтожить монстров, лесу, зеркал. Почему невыгодно делать красные свитки? Синих вы больше выформите знаки поручения. Дополнительная награда хороша тем, к примеру, вам может попасться, вот если вам в коллекцию надо вот такая перчаточка. Плюс шестая. Ещё выточить нужно. Плюс четвёртая. Макс хп можно закрыть. Вот у меня уже закрыто это. Можно закрыть макс хп при помощи такой перчатки. Эти свитки очень хороши для закрытия коллекции. Конечно, если вы скупаете весь магазин. Вот именно вот эти первые 4 слота. Ежедневно вы можете покупать 30 свитков. Сейчас он пройдёт квест и мы отправимся на равнины славы и я продолжу. Дальше перейдём вот таким свиточкам. Эти свитки отличаются тем, что они не привязаны к локации, в отличие от свитков Герана, Орена и Адена. Вот эти свитки, свиток поручения храма энергии, можно приобрести в магазине алмазов ежедневно по 6 свитков. Эти свитки дают нам именно виталочку. Уничтожить всех монстров в землях Орена и Адена. Мы получим рандомным образом от 250 и максимальное количество 800. Также мы можем перекрафтить эти свитки. Также 12 свитков. Видим, что стоит перекрафтить 12 свитков 500 тысяч Аден и 360 знаков поручения. Вот это хорошее задание. Выполнить поручение Энхасад. Это любое поручение, даже у статуи, если вы проходите, то оно подходит. Я буду рассказывать, то что, ну, все разжевать, потому что меня может кто-то новенький смотрит, кто не играл в Lineage 2 Mobile. И чтобы ему было понятнее, я буду все разжевать. Блин, нахуй это надо. Эти свитки, это моя основная виталка. Я дальше еще расскажу, конечно, где можно еще виталки набрать, чтобы о ней просто забыть. Также эти свитки можно добыть при фарме клановых РБ. За вот такие ключи единства вы покупаете в клан холле сундучки, с которых вызываете РБ. И при убийстве РБ вам дают сундучок, с которых вы получаете 10 кубков и свиток поручения храма Энергии. Если вы достигнете 55 уровень, также свитки на Энергию можно покупать ежедневно в руинах Пьоры. Это межсерверная подземелья. Находим вот такого торговца гильдии бронзового ключа, если мы его тут нажмем. И у этого торговца мы скупаем все свитки, которые есть. Дальше мы идем к доверенному рыцарю Беоры. И также еженедельно за Адену видим свитки фрагментов, свитки знаков Беоры и древний свиток поручения Энергия. При достижении 60 уровня у вас открывается башня дерзости, тоже межсерверное подземелье, но к сожалению для него очень слаб. В этом подземелье вы фармите вот такие вот кристаллы дерзости, за которые покупаете символ дерзости. И при поломке, в зависимости от уровня модификации, при неудачной модификации или разбора, можно получить следующий предмет. Реликвия энергии Энхасад, которая дает нам виталочку. Вот такие вот кубочки. При посещении катакомбов отступников, как клановых, так и поход в одиночку. За победу или за проигрыш вам дают сундучок, с которого можно тоже поймать нормальные виталочки. За победу 25 кубков. У кланового торговца. Вот такие вот письма. Одно письмо тысячу, Ордена Славы стоит. Ежедневно можно покупать 3 вот таких письма. И в каждом письме будет 5 энергий Энхасад. Также, вот на карте есть вот такие головы. Это мировой РБ, который появляется в определенное время. И за убийство которого дают тоже реликвии энергии. Там очень мало. За 2 РБ где-то 15 реликвий. Пожалуйста, если я что-то пропустил, добавьте в комментариях, где можно добыть виталочку. Потому что виталочка это самое, наверное, самое основное, что должно быть у вас. Ну и самый-самый-самый лучший способ. Решите очень много уделять линейдж 2 мобайл времени, то вам виталка будет нужна. И самый лучший способ, конечно, это создать твина кланы и фармить там РБ. С которых вы будете фармить кубки и скидывать на основу. Вот такая вот печать. Вы можете на аккаунте создать до 6 персонажей. Но без доната, без покупки за алмазы вы можете всего лишь 3. Но если вы потратите 1200 алмазов, вы купите вот такие вот печати, которые разблокируют еще 3 ячейки. Ну, в Алянсе называют это Хрючево. Естественно, это выкачиваются кланы до 6 уровня. Для того, чтобы открылась Королева Муравьев хотя бы на 6 уровне. Чтобы ее можно было фармить. Эпический босс. Мира линейдж 2 мобайл. Ну, берем, грубо говоря, первые 4 босса, которые можно призвать с 5 уровня клана, если я не ошибаюсь. За каждого босса вы получаете по 10 кубков, да? И вот 5 твинами 200 кубков в день с 5 твинов. Если вы будете фармить по 5 кланов в день. Соответственно, люди создают кланы. Ежедневно 5 твинами будет время сдвигаться. Но это я примерно говорю, я не знаю, как там на самом деле происходит. Но я думаю, оно выглядит именно так. Ежедневно 5 твинов фармят РБ в 5 кланах. Выходят и заходят новые кланы. Это получается, если каждый день это на 25 кланов. Думаете много? Ну, если... Представьте, у вас 40 человек фармит. 25 кланов на 40 человек, я думаю, это немного. Ну, конечно, их еще надо выкачать до 6 уровня. Но если вы хотите играть линейдж 2 мобайл, без этих кланов, без этого хрючева вам никуда. Просто. Если информация была полезна для тебя, ставь лайк. Подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok